В эти дни мы вспоминаем страшные события сентября 1999 года. Взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске устроили террористы с целью запугать россиян, разделить страну. Сегодня тем же занимаются террористы с Украины, но и им должно быть ясно, обязательно поймают и накажут. А выбор невелик, либо ликвидация в бою столкновений, либо суд и срок, мама не горюй. Примеры в репортаже Виталия Кармазина из колонии для заключенных пожизненно «Белый лебедь». Многие там жалеют, что выжили. Когда сотрудники соликамской колонии «Белый лебедь» открывают двери, осужденный пожизненно террорист Исуф Крымшамхалов тут же бежит к стене. Уже 22 года он встает, ходит, садится, да вообще двигается только по команде. Два десятка лет он видит только эти замки, эти двери, эти коридоры. И давно выучил, что нужно вот так, согнувшись, опираться лбом о стену, расставлять ноги и сгибать руки. Это положение обыска. Проверяют всё. На все вопросы сотрудников ВСИН Крымшамхалов отвечает по установленной форме, кратко и точно. А нам рассказывает, как ровно 25 лет назад готовил жуткие теракты в российских городах. Моя привёз груз, передал его, то есть, то есть, рычатку, перегрузил с машины на машину и уехал. Это где, когда? В Волгодонск, 99-й год, сентябрь. Ну вот, тут наш дом был. Они едва не плачут, рассказывая о том дне. У Семикругловых была квартира на первом этаже, взорванного в Волгодонске дома. Сами чудом выжили. Их сын был тяжело ранен. Все порезаны были, конечно, все это самое, все в крови. Мы поняли, что это взрыв, это самое, потому что такой сразу, ну, звон, ветер и вот запах этого тротила в нос. Страшные кадры. Пять утра, обвалившиеся стены, на людей падали бетонные панели, вдавленные в квартиры ударной волной. Погибли 19 человек, в том числе двое детей. Спецслужбы быстро вычислили подозреваемых. И на ориентировке в верхнем правом углу легко можно узнать фоторобот Крым-Шамхалова. Действительно, очень жалко, что я так оказался в этом замешан. Первое. Второе, мне, я и на суде тогда сказал, что я извинялся и считаю, что виновным. Но тогда, по словам пострадавших, террористы праздновали. Они в этот день в ресторане в Нальчике отмечали, ну, взрыв удачный. За этот взрыв отвечал Адам Декушев. Говорит, взрывчатка из удобрений готовилась в несколько этапов. Сначала размололи порошок на этой промышленной мельнице в Чечне. Затем привезли мешки в поселок Мирный, на этот склад, который принадлежал дяде Крым-Шамхалова. Тут усилили смесь. С алюминиевой пудрой смешали. А для чего? Ну, она как бы однородно делает, и просто жар больше делает. Усилили взрыв? Да. Боевики устроили серию взрывов домов и одновременно с этим напали на Дагестан. Терактами они планировали посеять страх, расколоть общество, показать неспособность государства защитить своих граждан и помешать контртеррористической операции федеральных войск. Чтобы войска не зашли, чтобы, ну, как бы, сделать угрозу и для России тоже, чтобы в России тоже могут быть какие-то жертвы большие. Для того, чтобы сдержать Россию от того, чтобы война шла на Чечню. Остановить войну посредством вот таких действий. Так объяснялось. Это кто говорил? Тот же Абу Умар. Абу Умар, правая рука Хаттаба, готовил подрывников и передавал приказы полевого командира. Оба арабские фанатики, ненавидевшие и лично убивавшие россиян. При этом вынуждены отдавать команды своему сброду на русском. На каком языке общались? На русском. Карачаевец, да, на одном языке, чеченец на другом, арабы на третьем. Да, 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 все разговаривали на русском языке. Именно Хаттаб был заказчиком этих терактов. Через Абу Умара он собрал несколько групп. В одной был лидер карачаевского джемата Ачемес Гачияев, а также Абаев, Батчаев, Цакиев и Сайтаков. В другой Декушев, Крымшамхалов и Батчаев. Десятки тонн под видом картошки и сахара. Из разных мест на грузовиках развезли по городам Буйнакск и Волгодонск. Вот этот Мерседес поехал в Москву. То был черный, жуткий месяц. Каждую неделю новый теракт. 4 сентября в Буйнакске, в доме военнослужащих. Бегбалат Абдулаев в тот вечер с семьей смотрел футбольный матч Россия-Франция. Во время перерыва прогремел взрыв. Я помню, как я падал с пятого этажа вниз. У меня на руках была и дочка старшая. Две дочки и остались, выжили, как говорится. Результаты взрыва жена и сын у меня погибли. Разбирать завал и съехался весь город. Под руинами оказались более 30 семей. Я женщину вытащил, и троих детей вытащил. Две девочки тоже я, но ты ее вытащил. Все соседи погибли. Жильцы соседних домов руками раскапывали бетонную крошку. Они вручную все очищали, вручную вытаскивали людей. Там, говорят, были, которые из-под этих плит вытаскивали живых еще. Там много было детей. 64 погибших. Почти 200 человек получили ранения. Тогда еще майор Олег Крюков, руководитель саперной группы, изучавший повадки террористов, понял, что может быть и второй взрыв. Надо взорвать как можно больше, раскачать людей и перепугать как можно больше. Поэтому мы поняли, что где-то ожидается еще один взрыв. Ну, предположительно, где могли собираться люди. Это место между одной из воинских частей, госпиталем и складами боеприпасов. И там нашел эту машину. Грузовик разминировали, но банд подполье уже подготовила все для следующего теракта. В ночь с 8 на 9 сентября взрыв в Москве на улице Гурьянова. 13 сентября на Каширском шоссе. Взрывчатку террористы заложили в подвале и на первом этаже домов. Всего погибли 307 человек. Трагедия объединила Россию. Жители городов проверяли подвалы своих домов и выходили патрулировать улицы, чтобы защитить себя от новых атак. По крайней мере, женщины спят дома спокойно, зная, что мы здесь. Сюда ни одна машина не зайдет, не проверено. Так смогли предотвратить еще один взрыв в Москве на Борисовских прудах. Там нашли мешки с той же смесью на всех закладках. Были вот такие взрыватели. После теракта в Москве вот такое единство народа проявилось, население, да? Нам стали массово поступать сигналы о возможной закладке взрывчих веществ и так далее. Не среагировать хоть на один факт. Это вообще, ну, невозможно было. Именно после этих терактов, это тяжело, конечно, говорить, страшные теракты, люди осознали, что такое опасность терроризма. Поднялась вся страна. Ведь террористы рассчитывали на обратное, но просчитались. Началась охота на кровавых убийц и их покровителей. Палача Хаттаба и его прислужника Абу Умара ликвидировали. Декушев и Крым Шамхалов сбежали в Чечню, воевали против федеральных сил, а затем перешли через горы в Грузию. Там их задержали в 2002-м. Тогда многие обратили внимание на экипировку террористов. Спецобувь за 250 долларов. Такую использовал горный спецназ западных стран. На тот период времени в джамагатах экипировка, форма и всё остальное было, если не лучше, даже, я думал, лучше, чем в российском спецназе. Почему? Ну, потому что обеспечение было вообще высшеклад. А кто обеспечивал? Те же арабы, те же англичане, те же ещё кто хочет, иностранцы, кому это было выгодно. Они же финансировали теракты. На подготовку сентябрьских взрывов было потрачено полмиллиона долларов. Причастны к ним были почти 30 человек. В бегах остался лишь один. Все остальные, вот их поимённый список, или убиты, или оказались в тюрьме. И теперь, как Декушев и Крым Шамхалов, придумывают себе оправдание. Якобы не хотели убивать людей. Мы хотели на мосту оставить машину, чтобы на мосту она взорвалась. И мост, когда начали охранять, мы не смогли к мосту подъехать. В итоге машина оказалась у жилого дома, где и произошёл взрыв. Крым Шамхалов уверяет, что их подставили, Декушев, что использовали, цитата, «пускали в расход». Но и этого не было. Когда к Хаттабу приехали родные одного из раненых террористов, лидер боевиков отказался им помогать. Они вообще не обратили внимания. И тогда начал задумываться, что это происходит. Пока ты воюешь, ты нужен, а потом нет. Герой России Олег Крюков говорит, так же и сегодня руками Украины против России ведётся террористическая война. Я родился в Приднестровье, вырос в Одессе, учился на Западной Украине. И вот сейчас смотреть, как украинцы действуют теми же самыми методами, для меня очень больно. Украинские спецслужбы устраивают взрывы, атакуют беспилотниками жилые дома, вербуют российских подростков и стариков, заставляют их поджигать релейные шкафы или военкоматы, используют как расходный материал. Люди попадают в тюрьму сроки вплоть до 20 лет лишения свободы. Сейчас та же линия, которую через нас проводили, проводят через Украину. Ради достижения чьих-то интересов убиваются ни в чём не повинные люди. Вот вылетают ракеты Луганск, Донецк и всё остальное. Опять же, гибнут мирные люди. Они рассказывают одно и то же, хотя эти два террориста не видели друг друга много лет. Во-первых, они содержатся в разных камерах. Любые межскамерные связи запрещены. Они не просто в разных даже камерах, они на разных этажах содержатся. То есть они никак друг с другом не пересекаются. В «Белом лебеде» отбывает наказание ещё один осуждённый пожизненно террорист и убийца. Али Тазиев по кличке Магас. Сидит он вот в этой 19-й камере. Магас – изверг, который был причастен к нападению на Ингушетию в 2004 году. Тогда боевиками были убиты 98 человек. Организаторы Шамиль Басаев и Док Куумаров были ликвидированы. Поиски Тазиева не прекращались ни на минуту. После задержания он перепуганный и жалкий, сидел с бегающими глазками, даже не представляя, что его ждёт. Здесь нет вольности. Это вообще другая история. Это не какая-то общая тюрьма. Это «Белый лебед». Здесь всё жёстко, всё по порядку. Здесь всё обязательно. Здесь таких, как «хочу, не хочу, давно забыто». Это не сахар. Это даже близко не соль. Это хуже, чем соль. Я в тюрьме сижу, в тюрьме сижу. Блин, это очень тяжело. Если бы нас тоже убили, было бы просто прекрасно, потому что условия, в которых мы остались, это... Икрым Шамхалов и Декушев стали бледной тенью в клетке. Да вот, хотя бы сравнить их архивные видео и сегодняшние. Оба уверяют, что жизнь в «Белом лебеде» хуже смерти, а сидеть им до самого конца. И так, говорят в наших спецслужбах, будет со всеми террористами. Хоть из банд подполья, хоть с Украины. Сгниёт каждый. Кто не в земле, тот в тюрьме. Виталий Кармазин, Виктория Бутова, Ольга Аленькина, Валерия Попова, Вероника Богма, Саркар Магомедов, Дмитрий Пищухин, Евгений Орешников, Михаил Юнусов и Вероника Магазейщикова. Вести неделю.